Тема сегодняшней встречи Сарьян, Черноскутов, Минас. Я так полагаю, что все присутствующие здесь знают, кто такой Мартирос Сарьян. Прекрасно знают, кто такой Минас Аветисян, но, наверное, не все знают, кто такой Геннадий Черноскутов. Поэтому сначала такая небольшая вводная часть. Геннадий Васильевич известен не только как живописец, и вернее, не столько как живописец. Хотя в его послужном списке живописца очень много совместных выставок и у нас в стране, и за рубежом. У него прошли персональные выставки были и в Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Минске, Риге, Острове, это Чешская Республика, ну и во многих других городах. Ну и художник еще известен и как художник по стеклу, это его изначальная специализация, на которой он учился. И он известен как автор масштабных монументальных произведений. Ну, достаточно сказать, что вот у нас в Волжском им выполнено более 30, наверное, таких работ монументальных. Участвовал Черноскутов и в театральных постановках, выступал в качестве художника-постановщика. По крайней мере, вот там два спектакля. Один из них «Красное вино. Победа» имел и телевизионную версию. И это, кстати, вот один из таких моментов, который объединяет этих трех художников. Потому что мы знаем, что именно Аветисян занимался монументальными росписями, в Гюмрии в частности. Занимался и театральными постановками. То же самое справедливо и по отношению к Мактеросу Сарьяну. Значит, Геннадий Васильевич ушел из жизни в 2003 году в возрасте 70 лет. Но остались его монументальные произведения. Осталась его мастерская с живописными работами. И вот среди коллекции, которая сейчас располагается в его мастерской, а в этом году наш фонд, а наш фонд занимается как бы поддержкой и развитием всех видов изобразительного искусства в городе Волжском. И очень важное направление работы фонда как раз связано с деятельностью по сохранению культурного и художественного наследия. И вот в мастерской хранится одна работа, которую вы видите здесь на афише. Я вам ее еще покажу. Так, это вот сам Геннадий Васильевич в своей мастерской. И вот картина, это сейчас обратная сторона портрета Мортироса Сарьяна. Это вот авторская подпись. И вот сама работа. Значит, картина была написана в 1976 году. И у этой картины такая необычная, интересная и, может быть, даже немножко трагическая судьба. В 1978 году в Баку проходила персональная выставка Геннадия Васильевича. И в ходе работы выставки одна из картин была повреждена. Произошел такой рецидент. И это как раз касалось вот этого портрета. У портрета были выцарапаны, выколоты глаза. А из истории мы как бы знаем, что так поступали турки и османы еще в средние века с изображениями ликвами святых. Свидетельством тому мы много можем найти такие свидетельства. Это и, мы знаем, картинный храм. Это в древней армянской столице. Они там город тысяча одной церквей. Это и Каппадокийские фрески в Турции. Это и армянский апостольский храм вблизи города Трапезун. Да и сам я лично видел на Кипре в деревне Калапанайотис. Там есть храм такой, основанный еще в XI веке. И там есть росписи XV века, где те же самые акты вандализма присутствуют. Когда святым выкалывали глаза, то есть сбивали. Ну, как бы считается, что глаза на иконах имеют очень важное значение. И, видимо, вандалы полагали таким образом, что ослепляя святых, они тем самым как бы убивают их и лишают их той энергии воздействия на живых людей. Ну, вот вернемся к картине. Это, конечно, был очень неприятный эпизод такой. Он оставил очень неприятный осадок в душе художника после этой выставки. Ну, картину спасло то, что она была написана на жесткой основе. И в авторской технике художника. Ну, вот авторская техника художника вообще является визитной его карточкой. Он брал основу. Причем основа могла быть абсолютно разная. Это мог быть и холст, это мог быть арголит. Любой вообще материал. У нас даже есть одна работа, выполненная на азбоцементной плите. Он наносил на поверхность, на основу, клеевой слой. Сверху шел слой крупнозернистого песка. И после этого он писал уже темперы по этой поверхности. Скорее всего, это все произошло от того, что он занимался монументальными росписами. И, видимо, вот эта вот поверхность шершавой стены его как бы вдохновила на то, чтобы он эту технику принял и для своих живописных работ. Поэтому на картине во время выставки были повреждены только два верхних слоя. Это вот красочный слой темперы и слой песка. Поэтому, когда картина, конечно, вернулась в мастерскую, она была восстановлена художником в полном объеме. И после этого она участвовала практически во всех его выставках, которые после этого эпизода у него в жизни были. Последний раз эта картина выставлялась у нас в городе. Это в 2017 году. Это была выставка отражения художника города и была посвящена монументальному наследию Геннадию Васильевичу. Конечно, встает закономерный вопрос. Как и каким образом он вообще написал этот портрет? Что этому способствовало? Вот для того, чтобы ответить на него, нам придется начать как бы издалека, может быть, с самого рождения. Геннадий Васильевич родился в 1933 году в городе Фергана, это Узбехистан, в семье военнослужащего. Его отец, он, по-моему, во внутренних войсках служил по линии НКВД. Он был начальником паспортного стола там. И по окончании службы в 1937 году семья возвращается на родину, это на Урал, это город Верхняя Пышма. Сейчас это фактически один из районов Екатеринбурга, тогда это был отдельный маленький городок. И там все сознательное детство у художника и прошло. И начались военные годы. А по воспоминаниям самого художника он всегда говорил, что он рисовал вот сколько себя помнит с самого раннего детства. Материалов никаких не было тогда, конечно, для художников. И поэтому приходилось рисовать на всем. То есть там до сих пор еще в его родном доме на Урале находят всякие газетные вырезки, на которых он там карандашом, там углем, там чем угодно вот рисовал. Конечно, в основном это была военная тема. На такие годы, а тем более Уралу во время войны, это мы знаем, что туда эвакуирована была вся промышленность военная. Там производили танки. И там же были эвакуированы все госпиталя. Было очень много раненых и свидетелей военных действий. И, конечно, юный Черноскутов там слушал все эти рассказы, вдохновлялся ими. Я почему останавливаюсь немножко на этой теме, чтобы понять, что тема войны и мира – это самая главная, ключевая тема вообще всего творчества художника. Он к ней обращался во время всей своей жизни в разные периоды. И, соответственно, после школы он сразу поступил в Свердловское художественное училище. Он там проучился. В 1953 году он училище закончил. У нас в архиве там есть такая фотография. Это как раз 1953 год. Это защита диплома. Вот у него вот здесь вот картина внизу, если вы обратите внимание, вот как раз на уровне головы. Это и есть его дипломная работа. Называется эта работа, вернее, она связана была. Это Баженов-Бажов на Урале. Он с отличием заканчивает училище и едет тогда в Ленинград и поступает в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной. Поступает он на монументальный декоративный факультет кафедры художественного стекла и керамики. И вот здесь как бы у каждого человека в жизни должен быть свой учитель. А для творческого человека это вообще очень актуально. И таким учителем для молодого Черноскутова стал тоже молодой педагог, который в 1955 году пришел в этот институт преподавать. Это Михаил Константинович Митрофанов. Художник-архитектор. И вот именно он стал знакомить своих студентов, в том числе Евгения Васильевича, с новыми направлениями в искусстве. Тогда впервые они фактически узнали про импрессионизм, про постимпрессионизм, символизм, фавизм, про русский авангард 20-х годов. Это, конечно, было потрясение для молодого художника, потому что он учился в училище совершенно на классической основе. То есть это даже была такая эпоха сталинского классицизма. Других знаний у них особо там не преподавалось. Поэтому это, конечно, было открытие. Открытие было не сразу и возникло не вновь. Было все очень непонятно. То есть вот он сам, Геннадий Васильевич, вспоминал примерно так, как это все было. А Митрофанов читал им лекции. Это были основы композиции, основы архитектурной композиции. И когда он их знакомил с какими-то вот этими новыми направлениями в искусстве, когда он им рассказывал о художниках, после этого сразу, после каждой лекции, он посылал их в музеи, в выставочные залы. Говорит, а теперь идите и смотрите. Вот он говорит, мы приходим в музей, смотрим, приходим обратно. Он говорит, ну как, ничего не поняли. Что такое, что за цвет, что за формы, что за композиция, все необычно. Тогда, говорит, Митрофанов нам опять читает. Лекцию, они вербальные, там, допустим, коммуникация художника со зрителем. Опять нас посылает в музей. Мы, говорит, опять идем, пытаемся понять. Ну, ничего, говорит, не получается. У нас же, говорит, мы приехали, у нас кумиры-художники были кто? Что там, Репин, Суриков, Брюлов, Левицкий. Ну, такие вот художники. А тут какие-то новые имена, там, Сезанн, Моне, Ренуар, там, Ван Гог, Гоген, вот, а уж не говоря, там, Малевич, Филонов, Кандинский, Родченко, там. Он, говорит, ничего не понимаем. Мы опять приходим, ничего не понимаем. Он опять им начинает читать лекцию о кодах в искусстве. Он говорит им о том, что художник с помощью цвета, формы, композиции кодирует, как бы, свой художественный образ и пытается передать его зрителю. И для того, чтобы зритель считал этот образ, зрителю необходимо знать эти коды, расшифровать их. Вот для того, чтобы это произошло, конечно, говорить нужно, как можно больше смотреть работы, ходить, смотреть, учиться. И тут вот сразу, как бы, вспоминаются слова Сергея Коненкова, это известный русский и советский скульптор в свое время. Кстати, портрет его тоже есть у Геннадия Васильевича. Вот он говорил о том, что как важен разговор зрителя наедине с самим собой в тишине выставочных залов, и что свой вкус надо тренировать точно так же, как и свои мускулы. И вот именно Михаил Константинович Митрофанов познакомил молодого Черноскутова, ну, не только его, а всех студентов, которые с ним учились вместе. Он познакомил с творчеством Мартиросова Сарьяна. Потрясение было огромным. То есть он уже, как бы, это уже был достаточно подготовленный человек к восприятию этого творчества. Он сам вспоминает, что это буквально перевернуло его мировоззрение. Такая переоценка ценностей произошла, видение вообще в искусстве. Все изменилось после этого. И плюс в это время Геннадий Черноскутов знакомится с Минасом Агетисианом. В это время Минас уже перевелся с Ириванского театрально-художественного института в институт живописи, вояния и изучества имени Репина в Ленинграде. И где-то они там пересеклись. Точная дата и обстоятельства, при которых произошла эта встреча, нам, к сожалению, неизвестная. Но очень достоверно известная. Геннадий Васильевич сам неоднократно подчеркивал, что с Минасом он знаком со студенческих лет. И, видимо, в разговорах с Минасом он еще больше проникся творчеством Мартироса Сарьяна. И этому есть даже свидетельства. Такие я сейчас вам покажу вам работу. Это одна из самых ранних работ, которая сейчас хранится в мастерской художника. Она написана в 1960 году. Значит, это уже после окончания института. Как раз, когда художник занимался поиском своего собственного творческого креда, своего собственного стиля, манеры в живописи. И совершенно очевидно, что есть некая связь, даже есть некоторые элементы подражания Мартиросу Сарьяну в его работах, на какое-то видение. Вот это вот одна из таких первых работ его. Ну и тут уже пошел следующий период. Значит, по окончании института пути и художников разошлись. Я имею в виду Минасова Ветесьяна и Геннадия Черноскутова. Значит, в 1959 году Черноскутов закончил институт и по распределению уехал в город Гусь-Хоростальный на стекольный завод работать художником по стеклу. А Минас в 1960-м уехал к себе в Ереван. И таким, как бы, может быть, знаковым судьбоносным годом в судьбе обоих художников явился 1962 год. То есть мы знаем, что в этом году как раз Минас участвовал в выставке пяти художников в Ереване и после этого стал известным художником. А Геннадий Черноскутов после Гуся-Хрустального в это время переехал в город Волгоград. К этому времени в его активе уже было участие, как художника по стеклу, участие в выставках в 24 странах мира. И плюс к этому в 1961 году в соавторстве как раз Владимир Филатов здесь, если на снимки посмотреть, справа это Черноскутов, это мастер по стеклу, который был на заводе, который работал с ними. А это его сокурсник Владимир Филатов. Вот совместно с Филатовым они сделали большой витраж на гусе хрустальном, причем этот витраж был из литого стекла. Витраж был очень больших размеров, по тому времени. Сейчас я вам даже точные цифры не назову. Но там даже перемычки между стеклами, это были не обычные, там свинцовые шины, как в классическом витраже, а бетонные перемычки. Они из бетона их отливали. Вот и был этот витраж. Назывался он «Сын земли». Витраж выставлялся в Манеже на всезавездные выставки искусства и быт в 1961 году. Получил очень хорошую хорошие отзывы, был большой общественный резонанс. И этот витраж был приобретен издательством «Правда» здесь, в Москве, и был установлен в конференц-зале. О том, что где сейчас находится этот витраж, я тоже никакой информации, к сожалению, не имею. Ну, такое было. Первая встреча Менаса Витесиана и Геннадия Черноскутова произошла после института в 1968 году. Значит, тогда по линии Союза художников Черноскутов поехал по Закавказским республикам знакомиться с художниками, представлять Волгоградский Союз художников. Вот он побывал в Баку, в Ереване и в Тбилиси. Вот в этих городах. Значит, в то время надо вообще отметить, что вот эти совместные поездки художников-художникам из разных городов, из разных стран, они были как бы очень распространены. Даже вспоминается такой несколько курьезный случай, который был в нашем Волгоградском отделении Союза художников. Я вот еще не сказал о том, что Геннадий Васильевич, он вел как бы активную общественную деятельность. В 80-90-х годах он входил в правление Союза художников РСФСР и СССР, был членом комиссии по монументально-декоративному искусству. Он входил в комитет Волгоградское отделение Комитета защиты мира и долгое время возглавлял Художественный совет Волгоградского отделения Союза художников. Про курьезный случай все-таки отвлекусь немножко, расскажу, он такой забавный был. Была такая программа «Города побратимые», и у города Волгограда был город побратим, в Италии этот город Турин. И были поездки наших художников туда, а итальянские художники приехали в Волгоград. Это было где-то начало 70-х годов. Ну, конечно, наши художники постарались. Зафархтовали корабль, повезли художников итальянцев, итальянцев повезли на Волгу. Естественно, было море икры черной, осетрина, ну, все как положено у нас. Ну, естественно, была водка. В общем, время провели очень хорошо. И на следующее утро итальянцы написали заявление о том, что просим предоставить нам здесь политическое убежище. Вы тут так дружно, хорошо живете, а мы там все разрозненные, там у нас вечные какие-то там битвы идут между собой. И вот тогда вот и Геннадий Васильевич в том числе поехали к этим итальянцам, потому что там уже и КГБ тоже в это дело встряло. И они поехали уговаривать итальянских художников, стали им рассказывать о том, что да нет, вы знаете, на самом деле мы не так живем. Это просто перед вами мы тут такое сделали. Ну, в общем, уговорили итальянцев, отозвали они свои заявления, уехали они в Италию в конце концов. Ну, вот поездка 1968 года. Значит, Геннадий Васильевич после Баку уже приехал в Ереван. В Ереване его встречал Минас, он его и сопровождал в этой поездке. Значит, встреча была короткой, ну, как короткой, там буквально где-то 2-3 дня вот этому посвящалась. И, конечно, Минас там ну, показывал ему и сам Ереван, потому что Черноскотов впервые был там. И остались у нас кое-какие свидетельства этого. Дело в том, что Геннадий Васильевич как таковых дневников своих не вел в поездках, но у него всегда с собой был блокнот. И он как бы всегда делал такие зарисовки там. И в том числе делал такие короткие записи, пометки о том, что происходило. И вот это странички его блокнота. Сейчас там я посмотрю записи у него были. Просто есть в этом блокноте его такие короткие записи для того, чтобы можно было понять, как вообще происходила эта встреча, что они делали, чем они там занимались. Вот одна из записей такая. Это был в мастерских. Ретисиан Минас показал свои работы. Много своих работ. По мне хорошо. И еще одна запись. Последний день в Ереване. Были утром в 8 утра в частной харчевне. Ели хаш, пили водку, были в музее, попали на репетицию армянской хоровой капеллы. Дальше там идут неразборчивые записи, но из которых просто понятно, что Минас его водил еще к другим художникам другие мастерские. Они там смотрели, знакомились. для нас сейчас был бы интересен вот этот нижний зарисовка из языка. Там даже есть подпись в частной харчевне Ереван. Дело в том, что на самом деле это все было не в Ереване. Минас его возил куда-то в предгорье и там в какой-то деревне они в 8 утра попали на этот харч. Вот этот почему он интересен вот этот нижний набросок потому что здесь вот сама Мавера Геннадий Черноскутов никогда не работал с натурой. То есть для него натурные зарисовки они как бы не были столь важны. Ему всегда он делал их скорее всего для памяти своей, чтобы потом восстановить это все и как бы пропустить через себя и сделать работу. И поэтому из этого наброска потом была создана работа написана уже в следующем году в 69-м я вам сейчас ее покажу она так и называется Хаш вот такая картина это это вторая картина которая хранится сейчас в мастерской и которая посвящена армянскому циклу в армянском цикле у нее несколько работ но в мастерской находятся вот две из них одна из них вот эта значит следующая встреча после этого произошла в 71 году значит тогда весной Черноскутов поехал в Ереван не просто познакомиться поближе с Арменией с достопримечательностями Армении он поехал туда не просто встретиться с Минасом Агетисианом но он вез туда конкретные предложения Минасу дело в том что в 65-м году директором Волгоградского музея изобразительных искусств стал Валерий Иванович Киселев искусствовед он тоже закончил Ленинградский институт живописи вояне из отчества имени Репина то есть тот же самый институт который закончил имена Сангетисиан это был первый профессиональный искусствовед который возглавил Волгоградский музей музей был основан в 60-м году на основе Царицинской картинной галереи и вот видимо вот эта поездка 68-го года как бы сподвигла то есть Хеселев Валерий Иванович стал другом Геннадия Васильевича и видимо вот эта поездка 68-го года она способствовала потому что у них родилась идея в Волгоградском музее изобразительных искусств устроить выставку персональную имена Саветисиана именно с этим предложением в 71-м году весной вот Черноскотов и поехал в Ереван значит что нам известно об этой поездке известно то что Минас принял это предложение с удовольствием согласился выставиться известно то что Минас показал Черноскотову повозил его по Армении лучшего гида наверное и придумать вообще было невозможно потому что мы знаем что Минас очень активно интересовался и культурой и вообще Армении и ее историей он объездил всю Армению и поэтому прекрасно ее знал вот есть свидетельство той поездки это фотография 71-го года как раз из той поездки справа у нас Геннадий Черноскотов слева Минас Аветисян это они в деревне Горни ну и конечно самое главное событие которое произошло тогда на этой встрече это то что Минас привел Черноскотова к Мартиросу Сарьяну вот это вот наша знаменитая фотография которая находится у нас в архиве это уже у нас вот тогда 91 год был значит слева направо кто сидит это Геннадий Васильевич Черноскотов значит Шаян Хачатрян это директор музея Сарьяна сам Сарьян и художник Александр Григорян ну вот вчера буквально да вот я узнал о печальном событии что Шаян Хачатрян ушел из жизни к сожалению да последний такой участник вот этой фотографии значит осталась запись тоже в дневнике Черноскотова по этой встрече значит вот что он пишет опять короткая запись в своем блокноте полдень день Мартироса Сарьяна в Ереване мы вошли у Сарьяна уже гости Шаян Хачатрян директор музея Сарьяна и художник Александр Григорян Мартироса Сарьяна 91 глубокие морщины придает его лицу скульптурность монументальность оно подвижное живое удухотворенное говорили долго о национальной культуре об искусстве о роли творца в духовной жизни нации Минас много шутил радость дополняли краски дня и ощущение необыкновенного творческого восторга впечатления сильное незабываемое незабываемое значит эта встреча и вообще эта вся поездка сподвигла Черноскутова к созданию целого цикла работ на по теме Армении армянский цикл значит работ было сделано много но вот я уже сказал что в мастерской художника сейчас хранятся две вот эти работы которые мы посмотрели вот но работ там свыше 10 работ у него посвящено Армении ну к сожалению ну как к сожалению может не к сожалению а к счастью остальные работы все были приобретены любителями коллекционерами ну вот и в мастерской их нет вообще как бы мало что осталось от них эти работы ну сам художник не афишировал продажу своих работ ну во-первых такие были времена все это было неофициально все это было под запретом вот да и сам художник он как бы относился к этому очень так ну то есть он у него была такая фраза он говорил о том что говорит для меня работа это как мои дети он говорит ну как вы можете продать своего ребенка вот так же я говорит не могу расстаться со своими работами вот и тем не менее он у него приобретались работы для музеев к этому относился он как бы положительно хорошо а вот то что касалось частных коллекционеров вот он вообще об этом никому не говорил просто работа как бы приходили в мастерскую раз работа исчезла куда исчезла что исчезло неизвестно в каком направлении ушла и только там где-то позже в каких-то косвенных разговорах там свидетельствах оказывалось что вот приезжал коллекционер какой-то или любитель живописи вот и покупал у него эту работу и она уходила значит вот в этом году восстанавливаем мастерскую его в первоначальном виде вот сейчас де-факто его мастерская уже как бы становится мемориальной мастерской таким своеобразным музеем творческого наследия Черноскутова мы нашли ну буквально там вот на три работы мы нашли старые-старые слайды очень плохого качества вот трех работ из этой армянской серии мы точно знали что у него есть работа и золотое руно называлась работа была у него работа Хаш не Хаш мы уже видели была работа в горах Армении была работа Армении из глубины веков были виды Сивана у него еще там очень много было работ но мы нашли слайды трех работ вот как я уже сказал очень плохого качества я долго думал показать вам их или нет но все-таки решился показать чтобы ну хоть какое-то представление у вас это называется золотые плоды осени работа работа 71-го года это как раз после вот этой поездки в Армении так может тогда будет получше так вот эта работа называется в горах Армении значит вот работа предыдущая золотые плоды осени значит по непроверенным данным недостоверным данным вот эта работа была перепределена в коллекцию где-то в Северной Америке то есть она где-то находится то ли в США то ли в Канаде точно не могу вам сказать вот по этой работе в горах Армении известно более-менее точно она находится в Италии у одного коллекционера ресторатора вот почему это известно потому что он очень долгое время поддерживал связь с Геннадием Васильевичем вот и он ему сообщал такие новости что говорит встаю каждое утро смотрю на работу и считаю баранов не ушел не убежал где кто из них и также следующая работа она тоже находится в Италии вот это работа Армения из глубины веков называется ну как я уже говорил что художник не работал с натуры у него всегда был обобщенный образ то есть это скорее всего то есть ну примерно похожие места конечно есть там на озере Сиван там есть такие места но в основном он работал и по памяти и пытался собрать все это вот единый такой художественный образ чтобы вообще такое представление об Армении было также вот эта вот работа значит как я уже сказал что Минас согласился сделать персональную выставку они уже готовились к этой выставке там уже как сейчас это принято там начали подготовку анонсы этой выставки но мы и значит это было весной он съездил а потом следующая поездка была уже сейчас мы вернемся обратно следующая поездка была уже осенью то есть он уже приезжал к Минасу уже там они конкретные вопросы разбирали по поводу этой персональной выставки они просматривали работы которые Минас отобрал на эту выставку вот Геннадий Васильевич там уже потом вспоминал что там уже стояли ящики для отправки этих работ и тогда вот Минас подарил ему свою книгу каталог со своей подписью Гене на память с большой надеждой увидеть тебя еще раз у нас в Армении желаю в твоем творчестве огромных успехов Минас Аветысян 11.9.71 Ереван вот это была последняя их встреча мы знаем что 1 января случилась трагедия значит был пожар в мастерской Минаса и большинство работ погибли в пожаре соответственно конечно выставка не состоялась ну Геннадий Васильевич говорил что в разговоре с Минасом потом после этой трагедии он говорил что ну говорит дайте мне еще год за год я восстановлю все работы и мы сделаем эту выставку но к этой теме на самом деле вернулись уже гораздо позже где-то в 74-м году вот и надо же что так случилось что в 74-м они вернулись к этой теме а в феврале 75-го года Минас трагически погиб мы знаем о том что было расследование в 90-х годах в Армении вот опять разбирали это дело и вроде бы там были сделаны выводы что к этому причастны КГБ к его гибели то есть его фактически убили Минасу Аветисяну вот ну у Геннадия Васильевича была своя версия произошедшего вот после этого он говорил что там не обошлось без зависти к Минасу Аветисяну к его творчеству он говорит что дело в том что Сарьян тогда вот при встрече назвал его своим преемником вот и видимо вот как-то на этой почве ну в общем по крайней мере Геннадий Васильевич был уверен что это тоже имело место быть то есть как повод для вот его убийства вот ну вот как бы после смерти Минаса Аветисяна в армянском цикле работ была поставлена финальная точка вот и этой финальной точкой как раз послужил портрет Сарьяна который мы видели в самом начале вот то есть как бы Геннадий Васильевич постарался воплотить в этом портрете вообще все что он до этого делал по Армении свои ощущения от Армении свои ощущения от Мартироса Сарьяна вот вложил все свои чувства которые вот у него были ну тем не менее вот этот портрет Сарьянова это не только как бы финальный аккорд в армянском цикле с одной стороны а с другой стороны эти работы послужили написанию целой серии портретов у Геннадия Васильевича то есть это была первая работа портретная такая у него и тут же у него пошло он написал и Сергея Коненкова написал Расула Гамзатова есть портрет портреты мексиканских художников фанатов сказать у него тоже были такие ну своеобразные что ли кумиры в его творчестве это Ривейра Ароско Сихейрос мексиканские художники так что все это как бы не прошло зря ну и во второй части нашего разговора я хотел бы просто познакомить вас с работами самого Геннадия Васильевича то есть и так их смотрели конечно вот но то что он делал еще кроме армянского цикла много работ ага ну для начала вот еще несколько слов о Черноскутове как монументалисте дело в том что сейчас в Санкт-Петербурге под эгидой ассоциации искусствоведов готовится издание очень большое по творческому наследию монументальному Геннадия Васильевича ну так чтобы не предвосхищая результаты этого издания я просто несколько работ покажу чтобы просто у вас тоже было представление о том чем занимался художник вот вот эта вот работа рельеф выполнен это у нас есть в городе 23 школа работа была сделана в 1970 году значит эта работа вошла в 1978 году было издание был издан большой альбом под редакторством Толстого Владимира Павловича очень известного искусствоведа которая называлась монументальное искусство СССР вот вот эта работа есть в этом альбоме называется она урок география это вот один торец и второй торец это урок физкультуры были им сделаны еще вот у нас очень большая работа в городе это монументальный фриз рельефный это у нас был дворец Октябрь значит общая площадь где-то 75 квадратных метров этого рельефа значит это 75-й год ну он начал работать в 74-м году очень долго он шел вот очень много у него мозаичных панно в частности вот здесь вот мозаичные панно люди в белых халатах это у нас больничном комплексе к сожалению работу демонтировали в 2019 году несмотря на все протесты общественности происходила реконструкция этого больничного комплекса то есть там меняли все меняли интерьеры расположение в общем планировка вся менялась ну и вот демонтировали это произведение но к чести нашего управления здравоохранения можно сказать что сейчас начались опять переговоры о восстановлении этой мозаики в частности наш фонд сейчас курирует эту работу так что есть надежда что она будет восстановлена кстати в этом году у нас в городе восстановили одно мозаичное панно Геннадия Васильевича Черноскутова мозаика связь это на улице она была сделана одна треть была разрушена этой мозаики и вот в этом году ее полностью восстановили вот это первый такой случай у нас в городе восстановление монументального произведения как раз начались Геннадия Васильевича это вот тоже такое мозаичное панно называется искусство значит, вот это как раз торцевая стена выставочного зала нашего художественного городского выставочного зала дело в том, что Геннадий Васильевич был инициатором и основателем этого зала и он открылся в 1989 году это первое такое помещение где можно было выставляться и в 2008 году постановлением нашей городской думы значит, этому залу присвоено имя Геннадия Васильевича теперь это городской выставочный зал имени Геннадия Васильевича Черноскута там у нас проходят все выставки городские это тоже вот мозаичное панно кстати, вон сам автор стоит там возле него это у нас уже история транспорта тоже очень большое монументальное произведение это, кстати, вот из витража это витраж в нашем политехническом техникуме витраж очень большой он сразу на три этажа сделал он выполнен он существует до сих пор наш фонд сейчас тоже вот мы подготовили такой каталог работ который находится в мастерской художника и собрали все это в единое издание и вот я вам уже говорил что «Война и мир» это ключевая тема художника и вот, чтобы у вас было представление о том, какие работы существуют эта работа называется «Однополчане» сделана она в 1984 году достаточно монументальная такая живопись вот, и размеры у нее большие это 2 метра 20 на метр где-то вот в его авторской технике вот такая работа причем эта работа у него повторялась несколько раз в разных вариантах мы сейчас увидим там есть еще одна работа «Однополчане» более ранняя жутковато, конечно, смотрится на этом но ничего вот это «Диптих» он так и называется «Война и мир» ну, каждая работа то есть были моменты когда на разных выставках эти работы выставлялись не вместе а отдельно поэтому у каждой работы есть свое название это «С мечтой о будущем» и «Война» одна работа с «Мечтой о будущем» это 70-й год и 69-й год это вот картина «Война» это «Фашизм» это тоже 74-й год работа «Деревья умирает стоя» какой 72-й год эта работа у него называется «Хатын» и посвящена известным событиям в белорусской деревне когда немцы сожгли целую деревню вот эта работа называется «Сталинград» тоже с интересной историей вернее с интересным обсуждением эта работа была написана в 71-м году но она была выставлена первый раз на его первой персональной на его первой персональной выставке в Волгограде перед выставкой а раньше было так приезжали товарищи с адкома значит обходили можно ли разрешить выставку или нельзя вот ученый Носкутов сняли две работы с этой выставки ну долго спорили насчет этой а? нет эту не сняли эту оставили как раз вот ну после выставки было очень большое обсуждение работ вот было очень много споров по этой выставке там у нас где-то есть даже книга отзывов там очень противоположные мнения там от положительных до отрицательных там обвинения в формализме там и все такое прочее вот и на обсуждении так получилось что там у нас был такой председатель нашей писательской организации волгоградской такой товарищ Леднев вот он критиковал всю выставку но особенно почему-то вот именно вот эту работу вот что не может один человек противостоять такой большой орде вот один воин в поле не воин вот ну опять-таки обвинение в формализме вот ну типичные для того времени слова были сказаны вот следующий выступающий то же самое там третий четвертый и уже создавалось впечатление что все ну выставка провалена полностью сам автор сидел там уже ниже воды там уже все расстроены весь и вдруг встает какая-то учительница и говорит вы знаете я привела своих ребят со школы на эту выставку вот подвела их к этой работе показала говорит у них вообще не было вопросов они все сразу поняли и дальше пошло следующий встал человек и тоже говорит да выставка замечательная да все и работы интересные да и образы такие все емкие и как бы все сразу положение все исправилось вот и в результате в общем-то обсуждение вышло на такое положительное и так вот прошла вот его первая выставка вот в основном вот все баталии были вокруг этой работы вот эта работа называется атака это 81-й год следующее это плач это из ранних работ это 67-й год это как раз художник еще находился в поиске своего лица своего стиля пробовал разные техники в разных манерах все это исполнять вот эта работа уже в 81-го года называется она Хиросима ну там наверное повлияло ну или давайте я позже об этом расскажу у него была очень такая интересная поездка во Вьетнам чуть попозже это хирург не нравится это это вдовы тоже какой 73-й год память возрождение тоже очень известная его работа у нас по крайней мере там Архангел Михаил тоже на военную тему вот еще вот еще одна версия однополчан это более ранее версия он долго искал до этого кстати есть еще одна работа которая в 71-м году в 71-м году да выставлялась на выставке в Астрале на его персональной выставке вот эта работа называется Реквием тут наверное одна из я уже говорил что он к этой теме война и мир возвращался на протяжении всей жизни и вот это одна из последних работ это 2000-й год уже вот эта вот картина называется призыв к миру это как раз период был его увлечения такое 82-й год вот и был такой у него один период увлечения итальянскими рисовальщиками итальянским искусством вот поэтому вот в этой работе как бы прослеживается некая связь такой если знаете помните такой есть итальянский художник Рената Гутуза это вот где-то по мотивам примерно его вот была осознана вот эта работа Сангми это Вьетнам в 78-м году по линии комитета защиты мира Черноскутов ездил во Вьетнам их там принимали еще остались все следы от войны с Америкой во Вьетнаме они ездили там их все время сопровождали там эти автоматчики то есть поездка была не туристическая и вот после этого он написал очень много работ по вьетнамской теме сейчас вот мы посмотрим это те работы которые по Вьетнаму остались здесь потому что очень много работ было приобретено в Волгоградске музеем они находятся в фондах Волгоградского музея изобразительных искусств а в мастерской вот есть вот такие работы с Ангми ну это примерно аналог нашей Хатэни там было уничтожено очень много вьетнамцев поэтому у него появились вот такие вот работы и по мотивам кстати вот я вернусь опять к Хиросиме это все было вот связано работа 82-го правда года но она все равно вот эти впечатления все которые он получил во Вьетнаме они как-то перекликались с теми событиями которые произошли в Японии для него для самого автора это тоже зверство в Сангми вот это называется Вьетнам на страже это вот раны земли тоже это вот воронки которые оставались от снарядов это на рисовых полях красные земли Танкина тоже это залив Холонг его работа это пляжи Дананга ну вот эта работа это вообще одна из жемчужин которая находится у нас сейчас в мастерской я просто немножко расскажу дело в том что вот здесь авторская техника художника проявилась особенно ярко дело в том что сочетание вот этой фактуры песка и темперы а темперы очень сложный материал на самом деле то есть предугадать как поведет себя темпера после высыхания всегда достаточно сложно темнеет и вот эти работы ну они имеют колоссальный эффект во-первых они зависят от то есть все работы которые выполнены в этой технике они очень сильно зависят от освещенности помещения от угла под которым луч освещения падает на эту работу то есть состояние работы настолько меняется настолько меняется что ну это примерно как если мы посмотрим водная гладь облако набежало все цвет изменился время суток другое время изменилось солнце там под углом находится все меняется вот так же и в этой работе вот она утром одна в обед она другая вечером она вообще третье состояние у нее это солнечный день в Дананге парни с Меконга это река известная во Вьетнаме бананы естественно вьетнамская крестьянка не знаю видно вам не видно что-то все такое очертания да какие-то на реке Меконг астраханские кремы значит ну я уже упоминал что была работа Армении из глубины веков такая работа есть у него из глубины веков Узбекистан но это тоже конечно собирательный образ это нельзя даже назвать конкретное место где это находится Лондон соответственно Рим известный всем Мэлен Руш в Париже сам Франциско США в 73 году художник тоже по линии Комитета Защиты Мира был в Америке ну знаете вот не произвело на него не произвела Америка на него такое впечатление ну особенно по сравнению с Вьетнамом почему не произвела знаете трудно даже сказать он сам даже не мог это объяснить его как бы все ждали думали ну все в 73 году не так-то просто было съездить туда а они поехали тоже опять-таки не в туристическую поездку по линии Комитета Защиты Мира они объездили практически всю Америку они были на Западе и на Востоке вспоминается вот его реакция знаете вспоминается помните фильм Бриллиантовая рука там когда она спрашивает своего мужа ну как ты там Кока-Колу пил и как тебе и он то же самое когда он приехал с Америки вот такая же реакция была ну Америка ну хорошо все а с Вьетнама он приехал вообще потрясенный а Америка не произвела впечатления а что-то надо было сделать надо было как-то отчитаться о поездке вот какие-то работы надо было сделать и вот он сделал буквально три работы сейчас вы видите одну из них вторая примерно похожая работа то же самое там Сан-Франциско Окленд и есть еще третья работа где он пытался передать вот эти небоскребы Манхэттена вот он сделал тоже большое такое произведение вот потом он его распилил пополам то есть сделал композицию не такую вертикальную вот она выставляла она буквально один раз была выставлена но у него была выставка города где я побывал и вот эта работа была там выставлена один раз всего вот и больше он их не показывал это остров Валаам вот это Памир я вам показывал тогда вот работу 1960 года Памир вот она была сделана сразу как бы по горячим следам а это уже работа была сделана уже написана была в мастерской это уже 61 год это год спустя это уже такой обобщенный образ помимо него это у него работа называется Аджария ну Груши эту работу мы уже с вами видели Хаш эта работа называется Осень кстати тоже один интересный эпизод с этой работой связан на его персональной выставке в Хисловодске была выставлена работа в горах Армении и работа вот эта Осень ну и другие работы и была такая книга отзывов конечно где все пишут отзывы вот и вот один отзыв такой кто-то написал он говорит ничего не понятно по выставке где Осень где Бараны ничего не понятно следующий отзыв идет Баранты а Осень Кислогодская и дальше хвалебные пошли отзывы по этой выставке портрет Сарьяна мы тоже с вами видели это вот портрет Расула Гамзатова это как раз та серия портретов которая пошла после Сарьяна сразу у него это вот мексиканские художники Ревейро Сихейро Сиароско ну Максим Горький Лев Толстой а вот Сергей Каненков вот тут портрет того скульптора которого я цитировал вот да ну был еще один такой ранний портрет 69-го года это Вячеслав Андреевич Кулигпавский это друг Геннадия Васильевич он фотограф кинооператор значит именно Вячеслав Андреевич сопровождал его во всех вот этих поездках в Армению то есть вот эти фотографии которые мы видели и с Мартиросом Сарьяном и с Минасом Аветисяном как раз делал Вячеслав Андреевич Эта работа называется Современника Жена художника Нимфы На исходе лета это одна из ранних работ это ну 68-й год очень любил художник березы там в разных вариантах у него там разные эскизы там всякие есть вот это называется девичья роща вот следующая это березовая роща у него такая тема тоже очень известна его работа Сон Здравствуйте дети тоже легендарная работа это выставка когда у него была в Острове было это ну после Пражской весны знаменитой когда там все еще не улеглось и они очень боялись провокации на этой выставке вот это уже Валерий Иванович Киселев вспоминал вот директор музея он тоже сопровождал время этой поездки говорит мы очень боялись что сейчас что-то будет не то вот сами устроители выставки тоже их предупреждали вы уж там пожалуйста как-нибудь поаккуратнее потому что у нас тут сейчас обстановка не очень хорошая отзвучали речи на открытии выставки открыли зал и говорят как все рванули к этой работе Здравствуйте дети как бы сразу эта работа она там приглянулась понравилась так это называется жаркий в полдень работа Мадонна Лита белые паруса портрет молодого человека это Олег изгибы сведьбы обновления ну я просто сейчас пробегусь уже керамика это тоже ранняя работа его кстати выполнена она вообще на ДСП она неподъемная эта работа вот ее на выставках она практически не принимала участие именно из-за ее веса ее очень тяжело было переносить формы это ранние работы это время его поиска Зимняя кружева это вот та работа на которой они познакомились с Валерием Ивановичем Киселевым Киселев когда возглавил музей изобразительных искусств он стал знакомиться с художниками и конечно поехал в город Волжский к тому времени Геннадий Васильевич из Болгограда уже перебрался на левый берег Волги в город Волжский это была первая выставка волжских художников и конечно Валерий Иванович Киселев приехал на эту выставку вот и тогда его эта работа там поразила в сравнении с другими работами он сразу решил познакомиться с художниками вот и вот так вот завязалась их дружба вот это стекло на лунгах банька эта работа посвящена Уралу он все время говорил о том что да я считаю себя волжанином но корни мои на седом Урале он часто туда ездил вот в одну из встреч он встречался там ездил в горы в леса и встречался там с егерем и вот таким образом он его запечатлел вот эта работа была написана это у него было монументальное произведение роспись потом он повторил все живописной работе и создал такую вот четырехчасную такую композицию это зима соответственно весна лето и осень и вот это последняя работа последняя у автора работа которая сейчас находится в мастерской тоже 2000-й год ну к этому времени художник уже как бы имел проблемы и со здоровьем уже и со зрением у него были проблемы вот но это эпизоды жизни это его внучка вот он на этот момент вот запал вот это вот последняя работа которую он сделал и вот он вот это вот 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 вот